Согласно данным ВОЗ, здоровье человека больше чем на 50% зависит от условий жизни, то есть режима двигательной активности, наличия вредных привычек и психологических проблем, а также рациональности питания. Последний пункт много десятилетий назад был отмечен немецким философом-материалистом Людвигом Фейербахом в его рецензии к книге. Тогда германский мыслитель написал, человек есть то, что он ест, и по утверждениям специалистов современности, был абсолютно прав. Конечно же, состав рациона человека должен зависеть от образа жизни, но существуют универсальные советы, разработанные все той же Всемирной организацией здравоохранения. Во-первых, это питаться регулярно, то есть длительные голодовки человеку здоровье не приносят. Во-вторых, это следить за калорийностью пищи. Калорийность пищи должна быть от 2,5 до 3,5 килокалорий в сутки. Следующая рекомендация – это ограничить употребление животных жиров и легкоусвояемых сахаров. Конечно же, принимать пищу стоит по схеме 3 плюс 2, то есть 3 обычных приема пищи и 2 перекуса. Безусловно, здоровое питание включает в себя не только законы рациональности, такие как разнообразие, режим, умеренность и соблюдение норм, но и безопасность. Последнее подразумевает под собой уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости населения. Проведенная специалистами работа позволила существенно снизить количество зарегистрированных острых кишечных инфекций за 7 месяцев 2015 года. А вот в части реализации продуктов питания говорить об успехах пока рано. Нарушения санитарного законодательства выявлены более чем в 94% проверенных точек торговли и общепита. За истекший период этого года нами охвачено контрольно-надзорными мероприятиями более 3600 объектов. Это будет и торговля, общественное питание, рынки, индивидуальные павильоны индивидуальных предпринимателей, мелкорозничная торговля. На 94% были выявлены нарушения, связанные с условиями реализации пищевых продуктов. Но как бы убедительны ни были доводы специалистов, все-таки большинство из нас придерживается принципа «моё тело, моё дело», что, конечно, справедливо, но далеко не всегда идет на пользу. Ведь от сладкой булочки с газировкой в обеденный перерыв отказаться куда сложнее, чем потом пытаться избавиться от последствий неконтролируемого и нерационального питания.